МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В следующий выпуск мы решили посвятить киноляпам. Над созданием фильмов работает большое количество людей. Актеры, режиссеры, кинооператоры, сценаристы, гримеры, костюмеры и многие другие. Они каждый раз продумывают и рассчитывают все до мелочей. Но все мы люди, и они, соответственно, тоже ошибаются. Если приглядеться, то в некоторых кинофильмах можно увидеть очень даже смешные ляпы. Посмотрим некоторые из них. И сами посмотрим, и зрителям покажем. Погнали! Если вы любите сериал «Великолепный век», то в одной из серий можно увидеть забавный кадр. Шах Сулейман стоит на фоне радиобашни. Съемочная группа упустила из виду башню, да и при монтаже ее тоже не заметили. Монтажер-хосячник. Хорошо, что Саша Мальков тебя не слышит, а то устроил бы тебе киноляп вот прям в нашу передачу. А вот на съемках фильма «Третий лишний» Марк Уолберг при разговоре по телефону держит его перевернутым. Это либо телефон, в котором тебя все равно услышат, либо опять ошибка команда, которая работала над этим фильмом. А еще меня позабавил фильм «Трое». О, брат Пит, моя любовь. Соберись, мы киноляпа поговорим. В общем, в фильме «Трое» сюжет разворачивается в каком году? В 1993. В 1993 до нашей эры. И в сцене, когда Ахиллес вызывает Гектора на поединок, на небе можно увидеть пролетающий мимо самолет. Почему можно было бы? Сейчас уже в фильме этого ляпа не найдешь, если только на просторах Ютуба. Потому что режиссеры через несколько дней после выхода фильма заметили ляпы и тут же все поправили. Вот они лыжанули конкретно. Но Брэд Пит в этом фильме, как всегда, бесподобен. Бесконечно смотрела бы на него. И вообще, я бы вышла замуж за Пита. Он же сейчас свободен, и была бы Ириной Пит. О, кстати, звучит. И вообще, жалко, что пара Пита и Джоли распались. Но в СМИ то и дело всплывает информация о новых романах этих ярких людей. Анжелину регулярно выдают замуж за неких таинственных миллионеров. А Пита приписывает отношения то с известными актрисами, то с работницами научных успехов. Ира, мы говорим про киноляпы. И хватит свои сплетни тут рассказывать. А еще, после того, как Брэд Пит и Анжелина Джоли разошлись, после них тут же рассталась с мужем Жастин Энтеро и бывшая жена Пита Дженнифер Энистан. Представляешь? Все, Ир, заканчивай. Давай хотя бы тогда трейлеры посмотрим. На этой неделе стартует щелкунчик и четыре королевства. Получив необычный подарок на Рождество, юная Клара отправляется в захватывающее путешествие по загадочным местам в стране снегов, стране цветов и стране сладостей. Но девочке нужно попасть и в четвертое королевство, где ей придется столкнуться с целой армией мышей во главе с невероятно опасным мышиным королем. Новинка этой недели – Бамблби. 1987 год, скрываясь от преследования, Бамблби находит убежище на автомобильной свалке в калифорнийском городке, где живет Чарли. Девушке скоро исполнится 18, она стремится найти свое место в жизни. И именно она наталкивается на покореженного и сломленного Бамблби. Приведя его в чувство, Чарли моментально осознает, что на ее пути оказался непростой желтый Volkswagen-жук. Так, что у нас с новостями кино? Давай, рассказывай. Что рассказывай? Я у тебя спрашиваю, что у нас с новостями кино? Ты опять не готова? Вот, например, представлен первый кадр из фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» с Леонардо Ди Каприо. И с Брэдом Питом. Опять с Брэдом Питом? Ну, на этот раз мое отношение к Брэду Питом исключительно деловое. Ну, давай, рассказывай, что там у нас? Действие картины «Однажды в Голливуде» происходит в конце 60-х годов прошлого века в центре сюжета герой Ди Каприо, который когда-то был звездой вестерна. Вместе со своим дублером, роль которого исполняет твой любимый Брэд Питт, он пытается вновь добиться успеха в Голливуде. И все это происходит на фоне потрясших Голливуд и всю Америку жестоких убийств, которые совершили члены так называемой семьи Чарльза Мэнсона. Это будет девятый режиссерский проект «Тарантино». Фильм «Однажды в Голливуде» заявлен в прокат на август 2019 года. Смотрите программу «Кинокайф». С вами была Мария Арунична. И Ирина Вашебородцева. До встречи на канале «16». Пока!